Цифровая биомикроскопия Ортокертология — это сложная контактная коррекция и, естественно, она требует длительного наблюдения пациента. И на первичном приеме, при выборе показаний, при разговоре с пациентом обязательно нужно акцентировать внимание на количестве визитов в клинику и на длительности. Что делает доктор на первичном приеме? Собирает, естественно, жалобы анамнез у пациента, проводит обследование, делает рефрактометрию, визометрию, проводит корню топографию, измеряет ПЗО, проводит биомикроскопию с и без витальных красителей, автальмоскопию. Что же делает при биомикроскопии на первичном осмотре доктор? Оценивает состояние век, конъюнктивы, состояние слезной пленки, проверяет, естественно, отсутствие признаков воспаления и наличие эпителиопатии или прокрашенной роговицы. Определяет время разрыва слезной пленки и проводит биомикроскопию. Для определения времени разрыва слезной пленки доктору необходимо окрасить роговицу пациента флюоресцином, защеливая лампой попросить моргнуть, и все это осматривается в синем свете с желтым фильтром. И время появления первого разрыва, то есть темного пятна на роговице, и есть время разрыва слезной пленки. Сейчас, на данный момент, конечно, существуют дополнительные методы, модули к фотошелевой лампе, которые позволяют автоматически провести время разрыва слезной пленки и какие-то дополнительные параметры слезы. Например, слезный мениск, липидный слой и олипидный слой. Как раз-таки за него отвечают миомиовые железы. А на сегодняшний день синдром сухого глаза, одной из главных причин синдрома сухого глаза является дисфункциями бомиовых желез, которые как раз-таки отвечают за липидный слой в слезе. И мебография, естественно, это метод исследования этих желез in vivo, который позволяет проводить микроскопическое исследование структурами бомиовой железы. Как это сделать, это можно прочитать в журнале глаз, если перейдете по QR-коду. И мы знаем, что, наверное, большинство все-таки пациентов на ортокиратологию это дети. И о каком тогда роли синдрома сухого глаза может идти речь у детей. Но синдром сухого глаза, конечно, долгое время пренебрегали им в детском офтальмологии, потому что большинство исследований делают большую корреляцию с возрастом. Ну, я думаю, вы в своей практике это тоже, конечно, наблюдали. Но в недавних исследованиях случаем сухости глаз детей сейчас уделяется все больше и больше времени. Также в клинической своей деятельности доктор это, я думаю, вы тоже замечали. И авторы делают вывод о том, что связывают это с изменениями окружающей среды и, естественно, более широким использованием гаджетов. Наверное, каждый на своем приеме слышит о том, что доктор, скажите, пожалуйста, чтобы он меньше сидел в телефоне. Почему такое большое внимание мы делаем на слезу? Потому что именно под действием слезы обусловлено изменение эпителия роговицы, изменение центральной его и парацентральной части. При подборе ОКЛ доктору цифровая биомикроскопия нужна в каком случае? После долгого трудового дня, насыщенного, после нескольких подборов, возможно, введения других приемов в течение дня, вечером при выборе параметров линз для пациента, доктору необходимо вспомнить, что же было при подборе, какую картинку он видел в щелевой лампе, какой был диаметр, какая была посадка линз. Даже если доктор делал какие-то заметки, писал про каждого пациента, потом в конце дня вспомнить это невозможно. И объективно сравнить несколько каких-то вариантов, которые было, также невозможно. Поэтому из-за того, что цифровая биомикроскопия позволяет хранить снимки сделанные, можно всегда вернуться к снимку, к фото, которое было сделано на подборе, и проанализировать еще раз все, что было проведено. При выдаче, с одной стороны, удобно это тем, что делает доктор снимок и блистера, и параметров линзы, и посадку линзы, для того, чтобы через год, по прохождению года вернуться, возможно, к начальным снимкам и сравнить, что-то поменялось или нет. В любом случае, не обязательно еще раз оценить посадку линзы. Но также, может быть, у доктора появились какие-то новые знания, насмотренность и сравнить с тем, что было до. Второй момент, с другой стороны, пациенты, какими бы разными ни были линзы, возможно, даже по цвету, все равно бывают ситуации, когда пациенты путают линзы. Не то чтобы даже там правая-левая, а путают между пациентами, если в семье есть несколько пользователей, брат с сестрой, родители с ребенком. И для того, чтобы сверить параметры линз этого пациента, естественно, можно вернуться к фото и увидеть, какой был номер, какие были параметры. На повторных осмотрах биомикроскопия нужна с целью осмотра роговицы на предмет эпителиопатии и также расчета времени разрыва слезной пленки, на осмотр самой линзы в щелевую лампу, для оценки динамики проводимого лечения, если таковое было, естественно, нужно, и контроль оценки посадки линзы, опять же, если доктор в чем-то сомневается на фоне ношения. Поподробнее. Осмотр роговицы. Осмотр роговицы на предмет эпителиопатии происходит также каждый прием. Если наблюдается эпителиопатия, доктор должен пересмотреть, возможно, параметры линзы, выявить причину, и если назначается лечение препарата с декспонтенолом, затем же можно оценить эту динамику проводимого лечения. На повторных осмотрах также доктор оценивает саму линзу в щелевую лампу. Для чего это нужно? На предмет целостности, наличия царапин, сколов линзы, на предмет правильной очистки пациентам. Естественно, это можно встретить у пациентов, которые пренебрегают каким-либо этапом в очистке и вообще пользовании ночной линзы. Что мы можем увидеть на линзе? Мы можем увидеть отложения. И это служит дополнительным моментом в обсуждении с пациентом и с его родителями. Потому что не только доктор видит щелевую лампу, что происходит с линзой, а и пациент, и родитель наглядно видят свои недоработки. Естественно, дополнительно нужно обязательно спросить у пациента, какими растворами он очищает, проводится ли механическая очистка линзы и дать дополнительные рекомендации. Трещины и царапины. Естественно, если наблюдаются глубокие царапины и трещины, такие линзы подлежат замене. К сожалению, такое тоже встречается, и, к сожалению, пациенты могут продолжать носить такие линзы. Еще один очень положительный момент цифровой биомикроскопии в том, что снимки, которые вы сделали, хранятся не только на том приборе, на котором он был сделан. Их можно перенести в электронную карту пациента, если она есть, или перенести на компьютер свой, какой вам удобно, и в каждом приеме к этому вернуться. Потому что пациента может вести не только один доктор, а несколько врачей, и любой врач может посмотреть любой прием, открыв интересующие фотографии, и увидеть, что было до этого пациента. Таким образом, биомикроскопия – это один из основных методов контроля безопасного ношения линз в течение длительного времени. Потому что этап биомикроскопии необходим на каждом визите пациента и при первичном подборе, и при выдаче, и на каждом визите в клинику. И использование цифровой биомикроскопии формирует доверие пациента к методу, помогает оценить комплайенс пациента к рекомендациям врача, и необходим для контроля качества и длительного ведения пациента. Спасибо большое. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...